Представляю вот эту спортивную команду. Итак, с нами Иван Щетинин, победитель чемпионата Европы 2015 года по карате. Александр Деменюк, президент федерации Киоку Синкай. И Оксана Окишева, организатор и ведущий соревнований по карате. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Иван, давайте, наверное, с вас начнем. Чемпион Европы. Совсем недавно, как я понимаю, вы получили этот титул. 17 октября проходили соревнования. Расскажите, какие в основном были ваши соперники, из каких стран, и за счет чего вам удалось все-таки взять вот этот приз, как я понимаю? Да. Ну, стран было много, участники больше 150. Страны были Ближняя Азия, Ближние Зарубежья. Австралия. Австралия, Африка. Из Канады ребята приезжали. Ну, то есть, очень такие соперники сильные. Выиграть получилось, наверное, из-за опыта. Потому что уже второй раз на чемпионате Европы, который проходил два года назад, в этот раз было полегче, уже знал, кто будет примерно. И готовился под них. Получилось. Александр, вот вопрос к вам. Вообще, вот этот спорт, разновидность спорта, как у нас в городе, активно ли она развивается? Ну, активно развивается этот вид спорта, как бы, большую часть направлена, конечно, это на детей, на подрастающее поколение. Потому что присутствует, прежде всего, как бы, здесь у нас направлено на воспитание, культура, этикет, традиции. А потом уже, прежде всего, это как уже спортсмен в дальнейшем. Скажите, вот чемпионат Европы. Кто сейчас у нас является законодателем, или, вернее, кто является представителем сильнейшей школы карате? От кого больше всего ожидает чемпионство? Потому что мы знаем, что карате – это такая, все-таки, немножко азиатская история. Вот японцы и корейцы, вот люди этого региона остаются сильнейшими? Или как-то Европа и другие части света перехватили инициативу? Да, очень сильно. Раньше были японцы, азиаты, но в данный момент, в настоящий период проходят чемпионаты, и больше видно, что Иран, страны вот эти вот азиатские, на первом месте выходят. Бразилия. На данном чемпионате очень сильные были ребята с Украины. Ну и с Россией, естественно. Ребята, ну вот вы находитесь в такой униформе, в кимоно. Это кимоно же, правильно? Да, кимоно. Тоже кимоно. И, как я понимаю, вы сейчас можете продемонстрировать какие-то элементы этого вида спорта? Да, мы хотели показать, которые эффективны, с помощью которых мы побеждаем на чемпионатах, и они помогают нам. Друзья, ну давайте прошу чуть-чуть вот сюда вперед на площадку, что-нибудь такое показательное и не особо травмирующее. Оксан, давайте ближе к нам, чтобы дать оперативный простор нашим чемпионам. Да, и хотелось бы комбинацию показать, с помощью которой получилось выиграть одного соперника, одного сложного. То есть вывести... А с кем вы и в финале вы? В финале я был с соперником из Венгрии. Иван Александрович, я что попрошу, будьте осторожны. У нас немножко скользкий пол. С утра прачи, тут цель уже на мыльной опера была, поэтому учтите этот момент. Да, то есть сейчас мы покажем медленно, и потом как это происходит во время боя. Отлично, отлично. Ну, выводишь соперника из равновесия сначала руками, опору ног убираешь и нокаутируешь удар в голову. То есть медленно в корпус, выбиваем ногу, теряет равновесие и добавляем колено в голову. То есть если побыстрее, то это уже будет поинтереснее. Быстрая связка, удар, удар в подбородок. Да, и вот этой связкой очень много соперников пришлось, ну, им пришлось издаться. А это какая-то ваша индивидуальная наработка? Насколько готов ваш соперник к тому, что будет именно такой прием? Ну, вообще это зависит от биометрических параметров человека. Есть высокие, средние. Вот у меня такие характеристики моего тела, мне удобнее в ближней дистанции работать. У кого-то руки, ноги, рычаги большие, им удобнее с большой дистанцией. Мне работать с этой дистанцией удобнее, коленями, то есть ближе к сопернику покоить. Кому-то дальше. Вот, Александр может продемонстрировать технику с дистанцией, которая очень эффективна не только в нашем виде спорта, но и в других. Ага, ну, Александр, просим вас. Ну, мы покажем основные комбинации ударов, те, которые используются у нас в киокушинкай карате, ну, и непосредственно используются у нас в кикбоксинге, в смешанных единоборостах, ну, и также это можно применять, в принципе, в качестве самообороны. Ну, основные удары, это у нас нижний уровень, называется Маваши Гиригедан, ну, еще называют его Лууки. Это боковые удары, очень эффективные, как наружные, так и попередние, внутренние удары. Также есть удары боковые, средний уровень Чудан Маваши Гиригедан, есть удары коленом, тоже самые эффективные, в смешанных единоборостах используются они с захватами, и также верхний уровень, это Маваши Гиригедан Джода. Есть круговые удары у Шира Маваши. То есть, если к тебе подлез, подошел на улице, то такими ударами ты можешь его остановить? Ну, конечно, это требует прежде всего работы, как говорится, очень большой труд, оттачивать эту технику для того, чтобы это применить можно. А вообще, буквально финальный вопрос, вот философия карате, киокушинкай, она вот в чем? Это средство защиты, это средство нападения. В чем, вот, собственно, смысл, да, вот боевой дух всего? Смысл? Ну, как бы, прежде всего, это боевое искусство. Вот, а боевые искусства, как бы, они, прежде всего, характеризуют человека, воспитывают его характер, стойкость его, его боевой дух. Ну, и, как это, восточное единоборство пришло у нас в Японии. В Японии очень сильно развита эта культура, традиции, уважение и так далее. Путь боя на все вот эти дела. Да, поэтому в киокушинкай, чем оно хорошо для детей, вот именно, что здесь вот действительно заложены вот эти вот качества. И как нужно заходить в зал, как нужно себя вести, как нужно относиться к старшим, к взрослым, к тренерам, к своим родителям, отдавать уважение, почтение и так далее. Вот это очень хороший воспитательный момент, и поэтому вот эта история с детства начинается... Да, вот ее нужно именно закладывать, когда дети приходят в маленьком возрасте. Оксана, хочется вас тоже привлечь к разговору, ведь в последнее время очень много единоборств, где-то граничит, знаете, уже на грани шоу-бизнеса. Очень много телепрограмм тематических, все это происходит при больших залах. Вот карате в этом смысле в каком состоянии остается? Все-таки здесь больше спорта или это уже такая шоу-программа? Нет, это не шоу-программа, это все-таки больше спорт. Мы привлекаем детей, взрослых, у нас и взрослые занимаются здоровый образ жизни, во-первых, занятия всегда полезны. Во-вторых, да, как уже Александр Александрович сказал, это идеология, это определенное развитие ребенка, и чтобы в него закладывать определенные принципы жизненные, уважение там к родителям. Поэтому нет, у нас точно не шоу. Оксана, вот вы сами такая хрупкая девушка, проводите соревнования среди карате, сами пробовали заниматься этим? И почему именно вот такие соревнования вы проводите? Легко ли было разобраться в правилах? Там же все равно как-то надо понимать, о чем ты говоришь, в принципе. Ну да, нужно понимать. Это время, и в принципе, человек, если хочет, он всему может научиться. Ну, зато на фоне таких солидных мужчин, воинов, девушка всегда отличается, смотрится хрупко. Это заметно, да. Ну, а сами не пробовали никогда? Карате? Нет, я больше по другим видам спорта. Но карате стало, скажем так, я люблю теперь смотреть карате, мне нравится, я понимаю. Мне больше нравится детский спорт. Ну, это зрелищный вид спорта, это сложно отрицать. А в этом смысле, насколько велик зрительский интерес? И в чем вообще нюансы организации именно вот таких соревнований? Нужно просто учитывать много моментов, начиная с встречи спортсменов, заканчивая гостями. Потому что действительно очень много у нас приходит на соревнования, как какие-то почетные жители города приезжают, так и простые у нас граждане всегда приходят поддержать, болеть своих спортсменов. Скажем так, интерес растет к спорту год от года. У нас каждый год проводится все более и более соревнований. Вот впервые в этом году мы провели именно соревнования для девушек и женщин, посвященные 8 марта. Это вот мы впервые сделали. И, насколько мне известно, таких аналогов вообще не было в соревнованиях. Это именно... То есть это говорит о том, что уже и девушки, очень многие хотят заниматься каратэ. Я не могу сказать, что прям приветствую подобное желание, да, но, с другой стороны, у меня не было возможности увидеть, насколько это грациозно и спортивно в рамках соревнований. Я думаю, тогда мы обязательно вас пригласим к нам на соревнования в ближайшее. Да, мы дождаем свое марта, да? Смотрите, у нас готовятся уже чемпионаты первенства города в ноябре пройдет. Хорошо, проинформируйте нас, пожалуйста. Обязательно. Вполне возможно, мы пригласим и женскую составляющую красноярского каратэ. Большое спасибо, Иван Александр, Оксана Иван. Ну, раз уж Европа уже под нами в этом смысле, давайте осваивать другие регионы планеты. Будем готовить. В том числе и родину вида спорта непосредственно в Японии.